тяжелое конечно зрелище и вот по поводу фильма когда я макет сделал порядка четыре страниц от альбома я понимал что дальше просто я уже утонул нужна свежая голова кто мне сказал старик убери это оставь я поехал в москву нашел ильдара мы уже с ним общались я позвонил ему можно тут вижу макет и мы с ним долго сидели очень много у меня в центрах и поэтому я сказал что ильдар галеев должен обязательно сказать свои слова в этом в этом фильме чтобы как-то обознать а я когда в москве у него бывал я спрашивал ну скажи что-нибудь про альбом ты же теперь уже это же и твоя работа тоже помогал мастер делать вот нет я не люблю говорить я не могу говорить но при этом когда через google нормально можно было заходить его он постоянно публиковал вот такие огромные статьи про музыку про концерты про выставки про какие-то там события культурной жизни чем язык текста вот совет если у вас есть кого-то возможность в фейсбуке найдите его страницу то есть никакой шутсовет рядом не стоит то есть настолько уровень высочайшего понимания причем это говорится не за умным языком а нормальным языком принимаешь это все и я очень был мне очень я был удивлен приятно потому что уже без меня илья снимал в москве вот я ему составил список с кем-то можно интервью сделать вот он взял интервью ульдара галеев насколько он интересно сказал он даже мне чем это интересно было вот сама задумка с этим фильмом потому что там не столько обо мне или мои фотографии там эти люди рассуждают просто фотография документальность а какой-то каких-то там все задачи которые стоят потому что скажем мы договорились и сумели уговорить есть такой киновед андрей шемякин он канале культура многие годы особенно в 80-е годы 90-е годы вела рубрику документальное кино и собственно этом а я с ним познакомил случайно совершенно лет 20 назад на кинохронике нашей студии она еще была жива и как-то случайно нас наслили вот познакомьтесь а у меня не было с собой фотографии честненько я просто заехал на кинохронику я так набрался такой смелости говорят вот у меня нет работы я хотел показать свою работу а давайте вечером что вы делаете вечером приходите ко мне домой я приготовлю ужин и заодно посмотрим работы чем в гостинице в гостинице если приехал ко мне мы посидели работали но с тех пор больше не видеть и поэтому когда я спустя 20 лет сейчас созвонились я говорю такая просьба и я ему привез мой альбом чтобы имел представляю о чем говорить и потом уже мы приехали домой и он очень интересно тоже рассказал понимание фотографии вот только там по альбом потом ирина чемурева я упоминал это тоже очень потрясающе конечно сочтающий культурный искусствовед я не помню а кандидат науку или доктор нужно было наверное ну представьте себя да нее 300 публикация фотографий 300 она издала две огромных книги где опубликованы собраны эти статьи и фотографии и фотографии широчайшие конечно кругозов не да вот она к сожалению она не могла то есть дать интервью потому что она была в конъюрске фестивале но слава богу то в августе она приехала в москву значит мы с ней связались и вот не могли бы вы наговорить что тут на камеру да конечно конечно но как илья рассказал я сам не был москвы говорили какие-то были на пряде то есть один раз засняли и чертам оператор не смог нормально снять так вот там брак пошел потом еще раз договорились но она терпеливо все искал конечно конечно я все понимаю тем не менее очень хорошо проговорил что считала нужно потом кто там еще был евгений березнер это такая легендарная фигура это куратор очень многих фото выставок проектов книжных альбомов это примерно начиная с начала 80-х годов он занимается организацией фото выставок мы с ним тоже очень давно знакомы вот он должен выступать говорит что фотографии потом я попросил выступить в москве живут семья сергей и марина свинцова это наши бывшие казанцы которые уже лет 30 живут в москве он режиссер и он вам должен быть известен если вы конечно следите за этим автором режиссер он он снял казани свиньяшский фильм про художника гена архиерея фильм называется голубка потрясающий фильм просто очень рекомендую вам на ютубе посмотрите или как тут найти я никак не могу передать диск да вот в общем и это был год когда вы снимали фильм 2007 что ли и 8 но вы знаете да гена архиерея надеюсь знакомым такой автор или не очень это удивительный художник со своим очень ярко выраженным стилем почерком он родился свиньяшки сейчас свиньяшки даже сделали дом музей и выставил картину некая среда такая и что он тоже рассказал что фотография и конечно я не мог не попросить выступить фильме тоже наш бывший казанский фотограф который в этом году меня поздравили поздравили меня меня в этом году 20 лет как я уже работаю фотослужба в большом театре потом он настолько показался нужным большому театру там до него был штат зав отделом сотрудники кто снимал балет фото хронику вели и когда он туда пришел на работу зав отделом женщина была на пенсию и ему предложили работу и в итоге им так понравилось за копейки иметь потрясающего автора платили очень мало как ему говорили ты же в каком здании находишься в большом театре уже считай бесплатно работать в общем вот уже 20 лет работает один ведет хронику большого театра и вот он у меня в студии там снимали интервью со мной и с ним интервью было вот фильм до конца еще не то что не завершён да он предполагает по крайней мере них и местные такие вот дополнительные я не видел до премьера в москве окончательный монтаж и москве целый лет рискали возможность для найти помещение где можно фильм показать а ну маленькую была рабочая такая версия показали он показал илья университете поскольку это было его защитная дипломная работа но там это звучало немножко как-то не совсем потому что фильм там еще был сырой не все еще были задействованы людям давали интервью и вот все это искали помещение где можно москве показать премьеру сделать и слава богу организаторы нашли выход на еврейский музей и центр как он называется в общем потрясающее здание когда пришел просто глаза разбегаются от восторга от освещения огромные территории какие-то космические коммуникации какие-то там трубы там еще потолок смотришь голос гираешь и не видно и там одна из там в одном из разделов как бы этого здания выстречный такой коридор есть там выси выставка тоже очень легендарного фотографа льва бородулина и проходим через эту галерею попадание в кинозал где собственно была презентация зал небольшой примерно 100 человеку зал был регистрально полный вот съехали все москвичи приехали кому-то там звонили вместе была регистрация на сайте показали фильм а потом было уже такое обсуждение там сидела сидели на столу Ирина Чеморева навела примерно дискуссии что даже даже не дискуссии разговор был о фотографии документальном субъективном потом Березнев сидел значит Витарх к сожалению не смог приехать он уехал как раз в это время Питер извинялся он сейчас в местницу пришел вот и мы отвечали на вопросы рассказывали о документальности о субъективности и так далее вот я посмотрел этот фильм на большом экране там очень много видно какие-то детали я бы сказал по мовому смотришь его я позвонил вот на днях Ильеву Илья сейчас на свежую я говорю вот я еще раз посмотрю фильм у себя там на экране мне прислал вот копию и что-нибудь наверное надо будет внести какие-то поправки потому что хочется все-таки как-то усилить там некий акцент он говорит пожалуйста если мы успеем потому что планируется где-то в ноябре показать премьеру в Питере если все получится то найдутся организаторы то может быть Казань так сказать приехали везти в кинотеатр показать кинотеатр но это уже будет зависеть от организационных каких-то моментов но сейчас я вам предлагаю посмотреть что у нас получилось так надо светло включать где-то нажимать зуб на середине проверили зуб должен быть да есть максимальная да я здесь ну ладно попробуй вытащи световая нет максимальная спасибо доchau